И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен очень интересной теме, в игре у нас появилось безумно большое количество интересных вещей и ништяков, но начинаем мы все это дело сегодня с четвертого модуля, сегодня у нас 23 апреля, а это значит, что в игре на основных серверах уже появился четвертый модуль, и прямо сейчас вместе с вами мы его приобретем, покатаем каточку, может даже две, Ну и я вам в принципе сумею за этот короткий довольно таки промежуток времени попытаться рассказать все плюсы и все возможности реализации четвертого модуля в игре, стоит ли она того или нет решать вам, но я выскажу свою какую-то определенную позицию и точку зрения, что касаемо данного четвертого слота защиты Цена его 5000 танкоинов, многие ребята говорили о том, что цена на него будет 1000, потому что якобы где-то была инфа о том, что будет этот четвертый слот за 1000 танкоинов, плюс ко всему прочему, данный четвертый модуль на тестовом сервере также стоил 1000 танкоинов, Я предполагал, что он будет стоить около 3000, где-то что-то такое я предполагал точно, и говорил, что скорее всего за 1000 его не будет, да, ну мне уверяли, говорили, что 1000, 1000, 1000, 100% 1000, ну как вы видите, Я был близок к правильному ответу, данный четвертый модуль стоит 5000, и соответственно, к огромнейшему сожалению моему, я данный видеоролик не могу записывать с основного аккаунта, потому что у меня на нем 5000 нет, у меня там около трех, поэтому грустно, печально, тоскливо, но мы не отчаиваемся, покупая четвертый слот защиты, У нас он активируется, открывается, ставим на него сразу же резистик от грома, вообще я считаю, что четвертый слот отлично подходит для броненосца, если он у нас есть, если у вас его нету, то это просто отличная возможность взять 4 реза от противника, и разваливать кабины, просто отправляться в любой матчмейкинговый бой, Желательно даже если этот матчмейкинговый бой будет условно там 6 на 6, да, то есть это шикарный вариант, любой 6 на 6 боечек, то есть там редалерт, платошечка, сандальчик какой-нибудь, да, то есть перекресточек, Вы залетаете на карточку, смотрите сразу хоп-хоп, на чем играет противничек, сразу подбиваете, что там есть у них, и я думаю, что можно очень легко и быстро сразу найти нужные резисты от противника, да, Если эта карта там условно на 5 на 5, на 6, ой, 5 на 5 говорю, на 10 на 10, на 8 на 8, то это уже будет немножечко потяжелее, но так, в принципе, отличная возможность, да, просто вот так вот взять 4 замечательных модуля, но если у вас, конечно, возможность есть, то берете. Я с блондербасиком на викинга молоте, плюс бустерочек у меня, 4 резистов в матчмейкинге до сих пор не наблюдается, ну и, как вы слышите, звук у нас твинсов тоже поменялся, ну и вообще любой пушке поменялся, звук выстрелов теперь он имеется, и, конечно, ну, не особо, наверное, пока что приятный какой-то звук, Надеюсь, что я его особо сильно слышать не буду, может даже его можно как-то пофиксить, вроде как говорили, что отдельная плашка будет по спецзвуку, громкость собственного урона, громкость урона по противнику, вот это, наверное, да, мне надо убрать? Вот это вот, наверное, убрать надо, это давай все четко, не? Проверим? Вроде да, вроде вот эту темочку мне надо убрать. Что касаемо вообще 4 модулей, друзья, есть ли смысл тратить безумно большое количество танкойнов, все-таки 5000 это не маленькая сумма, 5000 это вам не 1000, это не 2000, да, это целых 5000, 5000 это если перевести в денежную единицу, То это, наверное, около, 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 около двух, наверное, около двух, наверное, тысяч рублей, да, и для меня, человека, которого в эту игру в целом вложил примерно вот эту вот всю сумму за, 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 грубо, ну, 10 лет, да, Для меня это сумма, ну, которую я бы никогда бы не вкинул, ну, честно, то есть, я бы никогда бы не тратил бы такие деньги ради того, чтобы получить просто какой-то 4 модуль, да. Что касаемо дальнейшего, да, будет у меня на основе или нет, все зависит от того, будет ли у меня танкойн и будет ли в этом смысл. Как вы знаете, у меня есть специальный модуль защитный, да, и единственный смысл покупки 4 резиста непосредственно для меня, Это появление броненосца в моем гараже, да, то есть, если броненосца не будет, то я особо не вижу никакого смысла использования 4 резистов, если у тебя есть резист от всех, да, но, в общем и целом, для всех тех ребят, которые имеют танкойны, да, у которых есть возможность Все это дело приобрести. Четвертый модуль, конечно, огромнейший бонус, то есть, если вы сейчас имеете в сумме резист 150%, у вас будет 200% резист от всех, это на, ну, я, конечно, не математик, но 25% точно смело сверху у вас добавляется, да, то есть, у вас уже становится 200% от всех. Это не кислая тема, и понятное дело, что акцент, сделанный на донате, это печальная тема, еще и в 5000, да, я думал, что это будет около трешечки, это было бы хотя бы, ну, не так жестко, ну, не так жестко, определенно не так жестко, не так больно било бы по карману, и не так бы сильно игроки бы, наверное, задумывались о том, стоит ли это брать. Понятное дело, что этих резистов, скорее всего, будет очень маленькое количество в матчмейкинге, но это настоящий pay to win, если раньше еще какие-то pay to win были такие себе, и я бы не сказал, что это было бы чересчур жестко с кризисом, там, например, или еще с чем-то другим, но 4 резиста это, ну, не кислый бонус, который вам дает отличную возможность на реализацию, да. Хорошо, что у нас сейчас матчмейкинг, и в нем не играет большое количество нагибаторов, но, понятное дело, что такие обновления дают огромнейшее преимущество игрокам, которые донатят в эту игру, и я считаю, что это не совсем правильная вещь, и вообще, ну, как бы делать акцент на донате и на донатерах, это окей, да. Да, все понимают, что проект хочет зарабатывать, и здесь нет ничего удивительного, но, извините меня, делать акцент исключительно на том, чтобы донатер имел преимущество над обычным игроком, это неправильная политика. Если игроки, о, игроки, разработчики думают о общей массе и об общем большом количестве игроков, которые играют в эту игру, то разработчики должны делать немножко другие выводы из этого всего, и цена в 5000 это очень много, то есть, если бы здесь была бы цена в 1000, это выглядело бы намного разумнее и намного правильнее, да. Я уверен, что это не какой-то ранний доступ, и то, что там потом цена не будет дешевле, это пятерка останется навсегда, скорее всего, да, то есть, ну, с вероятностью где-то в 90-95%, и, ну, любой, любой скажет, что это много, любой скажет, что это много, даже донатер скажет, что это много для слота, да, то есть, и... Я не знаю, честно, я не знаю, на каких выводах, на каких основах делаются такие обновления, и вводятся четвертые резисты по 5000. Обидно, 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 что такой уклон, и, возможно, именно это обновление вызовет большое количество негатива в отношению, по отношению к разработчикам, и многие будут недовольны такими действиями, да. Понятное дело, что я тут набалаболил и особо сильно не играл, и, к слову, сегодня тоже нерв Блондербаса произошел, но я пока на нем акцентировать свое внимание не буду, скатаем еще одну катку, посмотрим. Я бы хотел просто, чтобы меня запикало на 6 на 6 какую-то каточку, чтобы можно было сразу 4 реза одеть красивых, и, ну, показать это преимущество. Определенно, с броненосцем, ну, колоссальный плюс у тебя есть. У тебя есть резист 50 от каждой пушки, от крита, плюс у тебя есть возможность одеть все те же 3 резиста от противника. Я думаю, что акцент был сделан исключительно на эту расстановку, ну, и вообще многие в долгий период времени говорили о том, что 4 резиста нужно, да. То есть уже в матчмейкинге есть смысл в 4 резистах, 4 резиста сделали, но, конечно, никто не думал, что 4 резиста сделают таким образом, что 4 слот будет за танкойны еще и за такую большую сумму. Ну, конечно, это ожидаемо, но, но тоже жестко, 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 согласитесь, да, то есть такие суммы, ну, далеко не каждому, да даже какому каждому, я думаю, что, ну, процентов 5, ну, максимум процентов 7 от всей массы игроков может приобрести себе такой модуль. То, я думаю, что я взял даже много, 5 процентов, там будет поменьше. Поэтому делайте выводы сами, думайте, стоит ли вам приобретать его, если вы человек, который никогда не донатил или не донатит большие суммы в этот проект и там условно покупает челленджи, то я бы на вашем месте очень сильно задумывался, а надо ли вам вкладывать такие деньги и стоит ли оно того. Ну, а что касаемо тех ребят, которые могут себе позволить, понятное дело, что 4 модуль это дополнительный бонус и в нем, я думаю, что смысл определенно есть, да, то есть, у вас есть возможность плюсануть хороший четвертый резист вместо 150 процентов получить 200, да, и неплохо раскручивать в дальнейшем, да, противников и иметь некое определенное преимущество. И, может быть, даже как-то интересно все это дело реализовывать у меня пока особо, ну, здесь как бы, ну, нечего говорить, да, то есть, что, 4 модуль, 4 модуль, да, то есть, это и так любому понятно, что это определенное преимущество, за счет которого ты можешь реализовывать спокойно себя в лучшей форме в матчмейтинге. Другой вопрос, какой ценой ты должен получить этот четвертый резист и стоит ли оно того. Для донатера стоит, для простого игрока, который выполняет заданки там, ну, может быть, вкидывает там на челлендж. Я не знаю, насколько это правильное решение, честно, да, это лишь ваш выбор и вам решать, да, стоит ли приобретать все это дело. Ну, а если чуть-чуть сказать про Бландербас, то с ним что-то не так. Это устройство, по крайней мере, вчера показывало себя намного лучше. Сегодня за эти два боя я что-то как-то ничего такого сверх жесткого не увидел. Поэтому, друзья, поддерживайте данный видеоролик лайками, если он вам понравился. Пишите, что вы думаете по поводу четырех резистов. Будете ли брать, не будете ли брать пять тысяч? Для вас что это? Что для вас пять тысяч? Жестко? Сверх жестко? Ну, или понты копейки, да, то есть. Напишите по этому поводу, мне будет интересно. Ну, и за оперативной скорость, если поддержите видеоролик лайком, подписочка на канал, мне будет очень приятно. Ну, с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok